Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по британскому рынку труда. Этот релиз мы ждем даже блок статистики в 6.00 по GMT. Далее в 9.00 ЗЮ бизнес-оптимизма Германии, важный показатель и, скажем, в копе с данными по инфляции, неплохо нас подготовит к заседанию Европейского центрального банка. И мы сможем на основании этих релизов, наверное, более тщательнее порассуждать, основательней на тему уместности снижения процентной ставки в рамках европейского региона и попробуем спрогнозировать дорожную карту будущих изменений ключевой процентной ставки. И в 12.30 сегодня будем ждать данные по инфляции в Канаде. Я очень рассчитываю на снижение инфляционного давления, потому что хочется получить железобетонный аргумент, который позволит канадскому регулятору снова рассмотреть возможность дополнительного смягчения национальной монетарной политики. Мне кажется, что ТИФ Маклин должен еще выполнить обещание, которое дал инвесторам, трейдерам, всему рынку относительно важности сейчас активного стимулирования экономики в условиях замедления экономического роста через более агрессивное снижение ключевой процентной ставки. Да, Банк Канады уже в этом году снизил ставку трижды, но ТИФ Маклин, когда комментировал перспективу изменения ставки на последующий период, это было месяц назад, как вы помните, допустил возможность еще одного снижения на 50 базисных пунктов. И чем больше сейчас будет для этого аргументов, тем, соответственно, больше у нас будет оснований продавать канадский доллар против американского конкурента и ждать пару доллара канадец на новых локальных максимумах. Давайте по порядку. Индекс доллара 103 пункта. Я хочу спросить у вас, только ли мне кажется, что американская валюта очень сильно забралась за последние торговые сессии и явно нуждается, ну, как минимум, в каком-то коррекционном откате. Индекс доллара продолжает восстанавливать позиции на старых дрожжах, скажем так. Это отчет по американскому рынку труда и два релиза по инфляции. Основному индексу потребительских цен и промышленной инфляции. Вчера мы как раз разбирали эти отчеты. Основной индекс и индексы промышленной инфляции показали снижение, что доказывает сохранение дезинфляционного тренда. Но, с другой стороны, базовые компоненты этих отчетов продемонстрировали восходящую динамику. И, судя по всему, рынок больше сфокусировался именно на росте базовой инфляции. Эти отчеты заставили уже рынок пересмотреть ожидания относительно масштаба смягчения американской монетарной политики. И, безусловно, уже никто не говорит о снижении ставки дополнительно на 50 базисных пунктов. И все готовятся лишь к двум снижениям ставки в этом году на 25 базисных пунктов. Я считаю, что по-прежнему идея того, что американский регулятор будет следить за макроэкономической статистикой, она, конечно же, очень важна. Мы тоже будем следить за фундаментальными релизами. Я совершенно не буду удивлен, например, если по итогам октября, когда мы будем анализировать уже октябрьские данные по монфармперлс, мы увидим снова плохие фундаментальные отчеты. Потому что, напоминаю, друзья, что медиана по рынку труда, по показателю количественных рабочих мест монфармперлс, указывает на то, что данный сектор остается еще в состоянии спада. И один отчет особо картины не меняет. Я сторонник идеи того, что мягкая экономическая политика должна обеспечивать распродажу американского доллара, поэтому долгосрочно настроен на то, что доллар перейдет к снижению. Золото 2,645 долларов за тройскую функцию. Волатильность остается высокой. Сегодня, конечно же, мы вправе рассчитывать на более интенсивные торги, потому что сегодня точно на рынке будут присутствовать все трейдеры после дня Колумба. По сантименту ничего интересного. 55 против 45. Мы не привыкли на основании такого распределения большинства и меньшинства принимать решения о каких-то действиях. Поэтому, понимаю, хочется уже торговать золотом, но, друзьям, нужно действовать только тогда, когда есть хорошие основания. Есть другие активы, на которых сейчас более интересные трендовые динамики, лучше посмотреть на них. Но золото сейчас лучше не лезть. Либо вам нужно определить уже конкретные направления и не обращать внимания на периодически возникающую интенсивную волатильность, которая заставляет многих по несколько раз на дню менять свою точку зрения. Мы, конечно же, все-таки не из таких, и когда определяем какой-то тренд, какой-то ориентир, стараемся придерживаться его, опираясь на фундаментальный фонд. Сейчас по золоту нету какой-то установки, какого-то хорошего бэкграунда, чтобы принять решение о проявлении торговой активности. Британская валюта против доллара. По фунту я остаюсь оптимистом, друзья. 1,3054 текущие котировки, те же самые, что были на открытии текущей недели. Но сегодня выйдут данные по британскому рынку труда. Я рассчитываю на то, что эта статистика сможет улучшить рыночное настроение, потому что с прошлой недели у нас, да, очевидно, было несколько хороших отчетов по ОВП промышленному производству, но все равно остался какой-то негативный флер из-за опасений, последствий повышения налогов, которые, судя по всему, уже решение как бы принято и вопрос времени, когда эти меры будут анонсированы. Скорее всего, это произойдет уже в конце этого месяца. Казначейство, Министерство финансов готовит эти инициативы. Ожидается со ссылкой на Гардиан. Сейчас скажу, что налог для предприятий будет повышен до 39%. И, конечно же, это очень сильно повлияет на маржинальность многого бизнеса и заставит многие предприятия задуматься о переносе своих производственных мощностей за рубеж. Скорее всего, будут негативные последствия. Но надеюсь, что Минфин все-таки считает эти настроения и примет правильное решение. Пока что рынку немного страшно. На этом фоне, учитывая, что есть позитивный фон, негативный. Я полагаюсь на уже дополнительные сигналы, которые могут прийти на рынок. Дополнительный фундаментальный позитив, который может быть связан с определенным характером цифр по инфляции, по рынку труда. И в пятницу еще по рыночным продажам. Поэтому предлагаю дать британской валюте на этой неделе шанс реабилитироваться и восстановиться. Тем более, пока держится отметка 1.30. Целевой ориентир 1.30, 1.50, 1.32. Доллар канадец 1.38. 10 сессий роста подряд. Уже проговорил, что сегодня выйдут данные по инфляции в Канаде. Ожидается снижение показателя с 2% и 2% до 1.8%. По базовой инфляции есть высокая вероятность, что тоже увидим нисходящую динамику. Поэтому готовимся, друзья, к дальнейшему ослаблению канадского доллара. Первую цель по паре мы уже выполнили. 1.38. Следующий целевой ориентир 1.39. Это не самая волатильная валютная пара, поэтому движение в 100 пунктов можно расценивать как прям титанический какой-то ход для данного дуэта активов. Доллар и иена, друзья, хочу подсветить очень интересный фундамент. Мы в прошлый раз обсуждали, что политика ИСИБы, которая выступала против повышения процентной ставки, попахивает чем-то недальновидно. Бывший министр обороны вряд ли может разбираться в делах экономических и тем более диктовать какие-то правила регулятору и Уэди, который ответственен за монетарную политику. И, судя по всему, лед тронулся, потому что действительно ИСИБа включил заднюю. Мы знаем сейчас, это отсылка опять же на его интервью, которому буквально один день, то, что он не собирается вмешиваться в экономическую политику японского регулятора. Он признал его независимость, а также частично отказался от прежних высказаний того, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы повышать процентную ставку. Я практически уверен, что ближайшее окружение ИСИБу дало ему понять, что единственная причина ухудшения уровня жизни, повышения стоимости жизни в Японии за последние полгода и даже чуть больше, это прежняя девальвация и бесконтрольное ослабление курса национальной валюты. И как раз высокие процентные ставки, ужесточение монетарной политики помогает бороться с девальвацией иена. И если, опять же, ничего не изменится в этой риторике, друзья, это, по сути, означает то, что в конце этого месяца, когда состоится очередное заседание Банка Японии, мы снова можем вернуться к идее и вопросу потенциального дополнительного повышения процентной ставки со стороны японского регулятора. И если это решение будет принято, то мы очень быстро попали в доллар и иена, окажемся в районе 145 иен за доллар и еще даже ниже. Но до заседания Банка Японии практически еще две недели, поэтому сейчас я не рекомендую прямо лезть в этот дуэт активов. Давайте подождем, посмотрим за развитием событий и ближе уже к заседанию, ближе к 30 октября я подсвечу вам снова эту возможность, тогда проявим какую-то торговую активность. СНП 500, 5913 пунктов. Новый исторический максимум и уже 80 пунктов нас отделяет от нашей супер долгосрочной цели. Я уже поздравляю, друзья, всех вас, кто сидел в этих длинных позициях и смог на этом очень неплохо заработать. И у нас последний аккорд, вот мы точно пройдем этот путь в ближайшие торговые сессии. Я даже не берусь к характеризовать диапазон движения 80 пунктов и подсвечивать необходимость для этого ждать несколько недель. Я думаю, что это произойдет гораздо раньше. И вот уже на отметке 6000 пунктов можно будет фиксироваться. Доллар франка 0,8630 в соответствии с нашим прогнозом, рост продолжается и уже максимальные отметки с середины августа. Следующая цель 0,8750, 0,88. И что касается рынка нефти, 75 долларов за баррель текущей котировки, стоит выделить целую кучу негативных факторов, которые, судя по всему, перевесили сейчас фон, связанный с Ближним Востоком. Это увеличение запасов нефти США. Это не такие уж разрушительные последствия для нефтяной отрасли в Штатах из-за урагана Милтон. Это планы стран ОПЕК с декабря поднять производство нефти на 180 тысяч баррелей в сутки. Это снижение спроса в общей мировой экономике. Это слабые данные по инфляции в Китае, что тоже является индикатором будущего падения спроса. Доллар тот же самый, локальное восстановление негативный фактор для сырьевых инструментов. И на всем этом, друзья, мы еще и получаем прогнозы от администрации инфляческой информации о том, что в следующем году спрос на нефть просяет еще аж на 300 тысяч баррелей в сутки, при том, что параллельно будет расти и предложение. Ну и самый главный аргумент – это сантимент, который сейчас указывает то, что больше 80% трейдеров находятся в длинных позициях. Идеальные условия, чтобы рискнуть. Конечно же, если придут определенные новости со стороны Ближнего Востока, но я надеюсь, что сам период, вот этот затянувшийся того, что Израиль не отвечает, все-таки это признак последующей деэскалации. Никто не хочет переходить точку невозврата. Поэтому в приоритете сейчас короткие позиции. И почему бы, друзья, нам не замахнуться на движение брента к прежнему целевому ориентиру 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!